Так, начинаем чакральную, обряд чакральной очистки женщины, Нины, чтобы очистить, прокачать все чакры, все лучи, все потоки. Итак, фотография Нины лежит здесь, под этой чашей, под этой тарелкой соли, под этим блюдом специальным. Свечи привязаны по чакрам, мы очищаем основные шесть чакр, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, шесть чакр очищаем. Итак, драгоценные мои друзья, первая чакра, это у нас красное солнце, чакра здоровья, чакра орода, чакра земной сильной энергии. Смотрим, свечу мы держим под 45 градусов и начинаем, вот это красное солнышко и четыре луча. И прямо делаем этот кружок, делаем против часовой стрелки. Вначале мы в эту чакру как бы начинаем очищать и смотрим, потому что очень важно, в этот момент эти свеча может затухнуть, но, да, держим под 45 градусов и смотрим. Вот как раз этот кружок мы делаем, он показывает чакра здоровья. То, что она тухнет, это тоже показатель, где есть какие-то проблемы. Здесь у нас фотография лежит лицом вверх, то есть вот эта сторона у нас получается правая мужская, вот эта левая женская. Поэтому в этой чакре это красное солнце и четыре луча. мы идем, прямо очищаем, ввинчиваемся в эту чакру, глубоко и хорошо очищаем, прочищаем. Лучики идем. Один, два луча в сторону мужскую, в левую сторону лучи. Ну вот смотрите, в принципе лучики хорошие. Продолжаем. Одна треть свечки у нас. Проходим, смотрим, хорошо очищаем, прямо собираем всю грязь. Волшебная свеча, батюшка, огонь. Матушка, соль, помоги. Соль заговоренная, привязанная к чакрам. Так, хорошо. В принципе, хороший кружок получается вообще. Первая чакра хорошо. Немножко темновато, но это не так страшно. Теперь начинаем, видите, одна треть свечи, чакра сгорелась, открылась. Начинаем воссоздавать ее, выкручиваться против, по часовой стрелке. Начинаем двигаться. Вторую треть свечи очистить. И опять же лучики. Два луча, в принципе, хорошо. Первая чакра идет, замечательно. Ну, под получками есть вот в левую сторону женская проблематика. Ну, ничего, так, батюшка, ну, немножко почернело, не очень хорошо. Ну, оп, потухло, это знак. Знак, значит, мы кружим. Так, еще, видите, значит, вот это вот проблемы прямо выжигаются, открываются. Не очень хорошо. Чего? Очищаем, открываем. Матушка, соль, волшебные свечи, помогите очистить. Нину. Так, смотрим. Вот здесь прямо аж полоса. Так, открываем лучики. Все, осталась одна треть. Теперь мы эту свечу ставим посередине. Первую чакру, она должна догореть до конца. Берем вторая чакра. Это у нас оранжевый. Это центр сексуальной энергии. Центр. Поджигаем ее именно от свечи. Если первую мы поджигаем от первой свечи там, то вторую мы и начинаем, опять же, открывать вторую чакру. Винчиваться по, против часовой стрелки. Здесь оранжевое солнышко и шесть лучиков. Три вправо и три влево. Центр сексуальной энергии, творческой энергии. Яркой, солнечной, красивой, важной очень. И вот эту чакру, видите, здесь первая чакра получилась хороший кружок. А здесь, вот смотрите, в мужскую сторону прямо не очень капает, потому что вот это мы должны прочистить, прямо открыть. Потому что много на вторую чакру, очень много злых пожеланий. Чей-то зависти, злости, похоти, привязок, завязок столько накапливается. Мы прямо вкручиваемся. Батюшка, огонь, соль, волшебные свечи, помогите. Вот правая сторона проблемная, вот левая хорошая, женская, правая проблемная. Шесть лучей, раз, два, три. Левая сторона, раз, два, три. Продолжаем очищать. Сразу видно проблематика вот с мужской энергией. Здесь вот есть, здесь привязки, завязки, привороты старые. Здесь очень-очень много вот старой грязи, которая, может быть, накапливается с юности, мешает. Батюшка, свинец, помоги. Но, во всяком случае, видите, свеча не гаснет. Мы ее держим под 45 градусов и кружим. Прямо это солнышко оранжево очищаем. Очищаем, открываем всю грязь, всю боль, всю зависть, чужую злобу. Подключки, лучики, лучики. Три луча. Раз, два, три. Хорошо. Ну, немножко она разлапистая, но мы ее создаем. Теперь давайте начинаем ее с по часовой стрелке. Выходим и тоже открываем и воссоздаем. Делаем все красивым и сильным. Видите, чакра становится уже красивенькой. Очень важный процесс очистки и активизации. Активизация. Огонь хороший, вторая чакра сгорелась. Вообще великолепно. Великолепно. Это не сколько диагностика, сколько процесс очищения. Очень важный и главное, он такой мягкий процесс. Да, вот видите, у меня даже прямо рука немножко закручивается. Хотя нужно сейчас по, именно по часовой стрелке. Такие хорошие чакры, видите, раскачали мы, раскрыли. Раскрыли всю грязь, всю тяжесть убрали. Здесь есть, присутствует какая-то дрянь чужая. Лучики еще раз пройдемся. Три луча, три луча. Великолепно. Вторая чакра мне понравилась. Была проблема. Ставим свечу, она должна догореть. Здесь берем третья чакра. Чакра желтое солнце, центра благополучия, благосостояния. Здесь потухла. Это материальный поток. Видите, даже не загорается. Здесь видно, что сразу начинаем. Это желтое солнышко и 10 лучиков. Мы ее открываем, кружимся, кружимся, прямо ввинчиваемся. И все крадники, раскранники, все вот это вот чужую зависть, злость. Видите, круг не получается. Вот когда вкручиваемся, всегда тяжелее идет. Всегда злее, тяжелее. Здесь много видно сразу прогалов, дырок. И мы их заполняем. То есть это пробои, пробои. Даже вампирские подключения и подключения в откачивающую удачу. Сейчас вот видите, уже кружок получается у нас хорошо. Лучики 10 лучей, 5 вправо в мужскую сторону, 5 влево в женскую. Тоже связи эти важны. Хорошо разгорелся. Ох, поначалу тухло, а сейчас нормально идет. Давайте против часовой стрелки кружим, кружим, кружим. Сейчас уже дойдем до донышка. Немножко черноты пошло. Начинаем против, по часовой стрелке. Видите, открытие чакры. Нет, тоже не очень разгорается. Открываем у Нины вот эту третью чакру. Легко, уверенно, хорошо пошло. Теперь мы его создаем в лучике. Раз, два, три, четыре, пять. Все прожигаем. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, хорошо, замечательно. По часовой стрелке открываем. Третья чакра, видите, даже быстрее, лучше, сильнее пошла. Но великолепный шарик хороший. Вторая чакра более разлаписта. Третья чакра, ну хорошо. Мы все эти рассорнички, все подкладники, все убрали. Так, теперь сердечная чакра. Очень важный, важный центр. Здесь у нас зеленая энергия, сердечность, человечность, душевность. Ну, вон оно, пошло, поехало. Начинаем покружить по против часовой стрелке. Замечательно. Зеленое солнышко, 12 лучиков. Чем реже гаснет свеча, тем лучше. Ну, вот здесь вот проблемы, конечно, пробои в сердце присутствуют. Разочарование, боль. Да, вот все вот это мы снимаем. Глубоко идем до самого детства. Снимаем всю грязь, все, что отравляет. Радость жизни, человечность, жестокость этого мира. Вот хорошо, видите, начинает. Вот когда чакра прокачивается, прокаливается. Великолепно, хорошая, красивая человеческая энергия чакра этого мира. Зеленое солнышко, мы ее работаем с ней, делаем ее красивой, сильной, красивой, хороший, великолепной. И здесь 12 лучиков, 6 вправо, 6 вплево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Великолепно. Все горести, обиды, злые иглы, которые в сердце стыкают, все это мы прожигаем огнем, растворяем солью. Солью заговоренной, солью волшебной. И все это мы делаем хорошо, легко, уверенно, великолепно. Так, теперь мы давайте открываем ее, начинаем по часовой стрелке выкручиваться и делать ее сильной, красивой, создавать всю грязь, все чужие обиды, недопонимания, злость, зависть. Лучи, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ох, разгорелось, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, теперь мы давайте поставим центр чакры. Очистили сердечную чакру, очень важную, сильную чакру. Давайте посмотрим. Теперь берем центр коммуникации, общения, голубое солнышко, голубой шарик, голубой, упало, сердечное потухло. Не, 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 нехорошо, нехорошо, надо же поджигать от этого. Все это показывает какие-то проблематики. Вот видите, общение не загорается, коммуникация не идет, не идет. Батюшка воск, матушка соль. Давайте против часовой стрелки, центр коммуникации, общения, голубое солнышко и здесь у нас получается голубое солнышко и шестнадцать лучиков. Восемь вправо, восемь влево. Видите, проблемы с общением, проблемы, коммуникация прямо вот, особенно с мужчинами, проблема идет, видите, правая сторона, не как. Чего вот сейчас прожжется, прогорит. Давайте лучики, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Продолжаем очищать чакру по роте в часовой стрелке. Открываем, очищаем все это. Батюшка, свинец, помоги. Хорошо, легко, уверенно. Молодцы, молодцы. Немного черноты. И вот все-таки правая сторона общения с мужчинами. Ну, проблематика. Давайте теперь дошли до донышка. Начинаем идти назад. Создаем, воссоздаем, прожигаем, делаем ее сильной, хороший, мощной, чакральный обряд. Очищает. Ох, хорошо разошлось. Лучики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По часовой стрелке кружим, делаем, открываем. Хорошо, хорошо, великолепно. Смотрите, как общение. Дефицит, сказывается дефицит общения, неприятие. Смотрим, даже вот два огня горят. Хорошо, хорошо, очистили, молодцы. Теперь центр разума. Темно-синее, прохладное солнце разума. Центр сознания, интеллекта, божественной воли. Темно-синее, опа, потухло опять. Солнце разума. И здесь два больших луча, как большие реки. Одна вправо, другая влево. И начинаем против часовой стрелки. Видите, разум не сразу. Тоже разгорается. Мы прямо соль, свечи привязаны, заговорены, лежали на фотографии. Несколько суток надо готовиться к этому обряду, совершать некие действия. В течение трех суток. Поэтому он, соль должна впитаться, свечи должны впитаться энергией. Привыкнуть к чакрам. Они лежат именно по чакрам. Хорошо. Прям ох, разум пошло. Два луча больших реки. В правую сторону и в левую сторону. Правая, левая. Великолепно. Разум тоже хорошо идет. Хорошо. Кружим. Легко, уверенно, свободно. Так. Великолепно. Теперь давайте открываем против, по часовой стрелке. Кружим. Собираем. Но разум тоже здесь есть проблематика, привязки от игреров, от людей, программы. Все это мы злые и недобрые программы прожигаем, прочищаем. Начинаем уже раз эту чакру. Как бы еще лучи давайте. Один, второй. Великолепно. Хорошо идет. Все. Хороший, хороший обряд. Сильно пошло. Замечательно. Замечательно. Открыли разум. Так. Ставим свечу. Итак, видите, вот. Вот у нас получилась первая чакра, вторая чакра, третья чакра, четвертая, пятая, шестая. Смотрим здесь разный уровень. Видите, первая чакра здоровья, вторая чакра сексуальная, творческая, третья чакра благополучия, четвертая чакра. Это у нас сердечная чакра, пятая чакра, чакра общения, шестая центр разума. Видите, мы все сделали здесь. Смотрим, здесь присутствуют, да, здесь, здесь в этих разводах можно увидеть лица людей или сущностей. Да, вот здесь на первой чакре заживали зла и колдовали. Был такой, то есть старый, даже застарелые вещи убираются. На второй чакре лица. Лица вот здесь женские, мужские присутствуют. На чакре. Да, удачи тоже здесь. И обиды, и злость. Вот сердечные, много ударов. Здесь прямо, видите, как бы, особенно правая мужская сторона. Здесь прямо узлы, узлы прямо такие навязаны. Сердечная чакра больше всех пострадала. Общение тоже по мужской линии. Разум, разум. Да, вот здесь везде видны даже лица. Сейчас это, мы будем, все это должно прогореть. После этого эту, эти, так сказать, эти, эту соль мы должны растворить. В специальном сосуде полностью, без остатка, да, воск не растворится. И это мы все должны обязательно вылить в проточную воду. Река, большие озера, ручьи, море. Да, вот это все идет в море. Итак, батюшка свинец, батюшка воск, видите, сбивается матушка соль. Хорошо, вот сейчас вот эти свечи должны прогореть, чтобы прямо очистить все чакры, чтобы они вообще были, ну, вообще, как у младенца. Сейчас, драгоценные мои друзья, надо будет проводить некие еще заговоры, наговоры. Поэтому сейчас работаем. Видео я прекращаю, надо проводить следующий этап. Все, работаем.